МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О проблемах, которые сплыли после наводнения и которые в первую очередь сейчас решают правительство Амурской области. Сегодня поговорим о простых вопросах. Мой гость, первый зам предправительства Вера Щербина. Вера Георгиевна, вы курируете вопросы компенсации и строительства нового жилья. Поговорим сначала о компенсации. Губернатор заявил недавно о том, что работа по выплате компенсации завершена. Значит ли это, что все люди, которые пострадали при наводнении, получили деньги? Совершенно верно. У нас в понедельник, 15 числа, последнее средство, перечислены на счета граждан. Есть еще некий пробег денежных средств, то есть еще сутки-двое для того, чтобы они поступили в муниципальное образование, и были зачислены на счета граждан. То есть на этой неделе все граждане могут уже обращаться в отделение Сбербанка, Россельхозбанка и получат все средства, которые им предназначены. Хорошо. Ну вот смотрите, Тамбовский район, буквально, да вот, на днях был стихийный митинг, там около 60 человек собралось. Люди говорили о том, что им, во-первых, не выплачивать деньги, они считаются пострадавшими, они там едва ли не разнесли районную администрацию. Вот что в таких случаях делать? То есть люди считают, что их незаслуженно обошли? Я просто людей хочу попросить, чтобы не нужно нагнетать обстановку. Значит, сейчас вот эти выплаты не справляются у нас отделение Сбербанка, я откровенно говорю, потому что такой вал, буквально за последнюю неделю мы смогли отработать документов на 50 тысяч человек. Вы представляете, что это такое? Все средства со счетов администрации правительства Амурской области ушли в районы. В районах они зачисляются на счета граждан, и сейчас просто нужно подождать несколько дней. И сразу же хотел обратиться ко всем, что сейчас вот нездоровый ажиотаж создается в муниципальных образованиях, потому что люди, даже те, кому средства уже зачислили, они боятся, что их вдруг отзовут назад, заберут, начинают скопом быстро снимать, этого делать не надо. Понятно, что эти средства, они на обустройство, на приобретение мебели, значит, на приобретение другого утраченного имущества, не нужно его сегодня снимать. То есть они никуда не денутся? Они никуда эти средства не денутся. Так, хорошо, а как быть в тех ситуациях, когда власти районные, так прямо и говорят, вы не пострадавшие. Опять же, тот же Тамбовский район возьмем. То есть люди говорят, у нас в подполе вода, у нас печка проваливается, стены-то ещат по швам, а нас не признают пострадавшими. Что в этой ситуации делают люди? Я в данной ситуации единственное, что хочу сказать. Во-первых, дождаться до того, удостовериться, что все средства на счет поступили. Если средства на счет не поступили, то нужно обращаться в местную администрацию. Местная администрация должна быть дать мотивированный письменный отказ, потому что у нас очень много жалоб, когда граждане считают себя пострадавшими. Но таковыми они в соответствии с нормативными документами не являются. Значит, очень много жалоб на огороды. И сразу я хочу сказать, что пострадавшими по огородам у нас считается только домовладение. Исключительно домовладение. Домовладение, вы имеете в виду частный дом? Это частный дом с огородом, в котором пострадал не только огород, а пострадали надворные постройки и огород в том числе. Если этот огород находится за пределами домовладения, то такие граждане у нас не являются нуждающимися. И на них такие выплаты не распространяются. Сразу хочу сказать, что вот по такой категории граждан, которые живут в многоэтажных домах, мы работаем локально. И с этим работают тоже органы социальной защиты, не органы местного самоуправления. Если это многодетная семья или семья, в которой проживают инвалиды, либо это семья, где проживают пенсионеры-ветераны, мы отдельно с каждой семьей работаем. У нас есть средства на эти цели. И мы как обеспечиваем огородной продукцией, овощами такие семьи, так и выделяем финансовую помощь. Понятно. Значит, все-таки, если человеку, вот его признали не пострадавшим, при том, что визуально там в доме все плохо, значит, с этим актом куда он должен обращаться, если районная администрация закрывает перед ним двери? Еще раз хочу сказать, что районная администрация должна не просто закрыть перед ним двери, а дать ему мотивированный отказ. Если он с ним не согласен с этим? Если он не согласен, то есть общая норма, человек может обратиться в суд и защитить свое право в суде. В область он может обратиться к вам? Может обратиться к нам. У нас есть такие жалобы, мы их рассматриваем, такие жалобы, некоторые жалобы, письма, жалобы, да, мы их рассматриваем каждую индивидуально, также направляем для рассмотрения муниципалитеты. Хорошо. Но есть четкие критерии, как определить, пострадавший человек или нет. Они же четко должны прописаны, да, в подполе вода, например, трещины по стенам, да, вот это вот. Если трещины по стенам, то это тема, которая будет возникать еще не единожды. И мы знаем, специалисты нам об этом говорят, что такие дома подлежат дополнительному обследованию, и это даже будет происходить еще и в следующем году. Потому что, как говорят специалисты, что некоторые дома, которые сегодня себя еще не проявили, как пострадавшие, в следующем году, по ним также могут пойти трещины. И если на менты обследования в августе не было трещин, сейчас появились, конечно, нужно обращаться с заявлением в органы местного самоуправления, нужно требовать, чтобы переосвидетельствовали, чтобы посмотрели и привлекли специалистов с БТИ и экспертов при необходимости. И, конечно же, такие все дома будут признаны, если они реально пострадали. Если говорить о Тамбовке, я бы хотела еще два раза сказать, почему именно в Тамбовке такая ситуация возникла. Да, больше всего жалоб из Тамбовского района. У нас в Тамбовке наводнения не было, у нас в Тамбовке месяцами затопленных домов не было, там были у нас только... Но там такие ливни прошли и что? Там прошли ливни, которые были в Благовещенске, такие ливни, и эти ливни, они были локальные в некоторых... Там дам в Раволу, я знаю. Значит, да, и эти ливни, они пришли и ушли. И многие люди выкопали картошку и потом пользовались урожаем. Вот те граждане, которые претендуют на такую помощь и не имеют на нее права, конечно же, таким гражданам должно быть отказано. Теперь о жилье, строительстве нового жилья. Скажите, пожалуйста, вот жилье для пострадавших собираются строить? Это будет капитальное жилье или это будут быстровозводимые дома? Потому что быстровозводимые зачастую некие такие ассоциации с некачественным жильем. Есть такие, да, у людей страхи и опасения. Вы знаете, я не буду сейчас рассуждать о качественном и некачественном жилье. Мы таких задач перед собой не ставим, чтобы строить некачественное жилье. Вы знаете, что новое жилье там, где затоплялись территории... Ну, два участка, Волковая, Чигель, да, определили? Нет, это три участка под застройку, которые под средства, собранные на телемарафоне, будут застраиваться. Первый канал, они собираются сами искать подрядчиков, они, по крайней мере, об этом говорили. Совершенно верно. Мы еще с ними не определили взаимоотношения. Те три участка будут застраиваться. По каким технологиям, я не знаю. То есть они правят бал, там они будут нам говорить... Так у нас будет застраиваться только на деньги, собранные Первым каналом? Это мы говорим только о локальном с вами вопросе. У нас будет застраиваться во всех населенных пунктах, где сами граждане пожелали новое жилье. И сейчас рассматривается, это будет строительство одноквартирных домов, это будет строительство двухквартирных домов, это будет строительство одноэтажных многоквартирных домов и двухэтажных домов. То есть сейчас такие все населенные пункты определены, где будет застройка. Сейчас ведется отбор подрядчиков по всей Российской Федерации. Мы ищем подрядчиков, которые способны за 30 тысяч рублей квадратный метр с отделкой построить нам жилье. А если не найдете таких? У нас уже есть такие предложения. Это все-таки быстро возвратное жилье или это деревянное, кирпичное? Это разное будет жилье. И сейчас этот вопрос только изучается. И будет он представляться органам местного самоуправления. И органы местного самоуправления сами будут принимать такие решения на своих территориях вместе с пострадавшими гражданами. А вот семья пострадавшая может определить, вот я не хочу из дерева, я хочу, например, из кирпича. А мы можем выделить даже им выплату. И они могут наднять сами подрядчика. И мы этому подрядчику будем выплачивать совершенно верно по мере того, как он будет строить. Хоть из чего. То есть из всех строительных материалов, которые пригодны для этих целей. Ясно. Вера Георгиевна, сейчас уже ясно, сколько нужно области, чтобы справиться с последствиями наводнений. Это огромная сумма. Мы уже ее озвучивали, что по предварительным данным это 26 миллиардов рублей. Но здесь не учтены косвенные расходы, о которых мы говорим. Эта сумма будет значительно больше. Еще больше, чем 26 миллиардов. Конечно, она будет значительно больше. И уже окончательный ущерб, наверное, мы сможем подвести, может быть, только через год. Хорошо. Вот 26 миллиардов нам надо. Это на сейчас, да? А сколько нам денег обещано из федерального бюджета? Сколько нам дадут, проще говоря? Я вам скажу, наверное, сколько дадут сейчас преждевременно об этом говорить, потому что это деньги будут переходящие. Есть какие-либо налетки? В этом году мы уже 6 миллиардов сейчас получили. Это на выплаты гражданам почти 6 миллиардов рублей. Кроме того, мы сейчас уже получаем на дороге 319 миллионов рублей. У нас еще не забывайте аварийно-восстановительные работы. Мы восстановили все школы, мы восстановили дороги, но в том виде, в котором смогли восстановить проезды, восстановили. Мы восстановили всю жилищно-коммунальную сферу. Она сегодня у нас вошла в зиму и работает. И мы, естественно, эти средства защищаем на федеральном уровне. Вопрос только в том, сколько перечислят, да? Потому что может получиться так, что деньги нужны, а не перечисляют. Вы знаете, у нас нет таких опасений. Потому что есть указ президента, который жестко контролируется. То есть вы надеете, что все, как минимум, 26 миллиардов вы получите? Все обязательства, принятые постановлениями правительства Российской Федерации, все, которые рекламентированы указом президента, сегодня финансируются в объеме 100%. Я почему еще спрашиваю? Потому что, опять же, люди, которые, как они считают, они пострадали, деньги не получили, говорят, потому что деньги закончились, и районные администрации всячески пытаются откреститься от этих людей. Потому что просто нет денег. Я могу прокомментировать. Сейчас речь идет о региональных выплатах, которые мы начинали с первого дня стихии выплачивать. Когда был принят указ президента, нам четко было обозначено, нашему региону, единственный регион, который выплачивал из регионального бюджета, что из двух бюджетов не может быть за одно и то же действие выплачено, как некоторые претендуют, получили из федерального бюджета, хотят еще из регионального. Мы считаем это неправильно. То есть либо из одного, либо из другого? Да, у нас нет таких средств в бюджете. Мы не рассчитывали на такой масштаб стихии. Все-таки, если мы выплатили гражданам за то, что они пострадали единожды из федерального бюджета, то мы считаем это справедливым. Еще по новому жилью сроки строительства уже обозначены? Сроки строительства обозначены. Буквально в ближайшие 10 дней мы ждем финансовые ресурсы из федерального бюджета. Будут заключены контракты, будут оплачиваться договоры на куплю-продажу, о которых я уже говорила. К лету появятся новые дома? К лету появятся. Уже в этом году, к новому году, часть жилья нам обещают построить. Ясно. И что будет со старыми домами, которые уже непригодны для жилья, но они будут стоять, гнить что? Эти дома должны быть снесены. То есть граждане должны сделать отчуждение их пользу муниципалитетов. Только при этом условия не получат новое жилье. Не будет так, чтобы останется за ними старое жилье и новое жилье. Но предполагается, что те граждане, которые ведут огородное хозяйство на этих территориях, эти земельные участки им будут выделены под огород без права застройки. Хорошо. Сносить тоже нужны деньги, чтобы сносить дома, да? Сейчас мы разговариваем о том, что граждане сами их снесут. Сами? Конечно, они их снесут сами на какие-то постройки. А зачем еще? А если у них нет бабушка с дедушкой, откуда у них снесло, чтобы сносить дом? Тогда будет решаться вопрос уже отдельно по бабушкам с дедушками, которые будут вести огородное хозяйство. Но в крайнем случае там прописывать в этих домах нельзя будет. То есть люди, получившие новое жилье, обязаны будут снести старый дом? Совершенно верно. Если он будет еще использоваться, наверное, каким-то образом, может быть, и не будем мы сносить эти дома, но если там будет пожароопасно или еще что-то, тогда муниципалитет будет сносить. Последний вопрос. Будет странно. Не поймут меня, если я не спрошу. А сейчас вот в таких условиях, когда область получает деньги с федерального бюджета, когда у нас дефицит, понятно, такое ЧС, да, правительство повышает себе зарплаты министрам. У многих это вызвало недоумение. Очень хорошо, что вы задали этот вопрос. Я категорически на него отвечаю. Что у нас повышение заработной платы произошло строго в соответствии с федеральным законодательством на 5,5%. Мы просто внутри своего правительства сделали изменение коэффициентных надбавок, поскольку, на наш взгляд, ранее принятые законы были приняты несправедливо. У нас министры находились ниже, чем депутат, работающий на постоянной основе. А сейчас время повышать зарплаты? Речь идет о том, что... Значит, не повышать, еще раз говорю, выравнивание произошло заработной платы. И это выравнивание произошло за счет того, что депутаты себе не подняли заработную плату на 5,5%, передали эти ресурсы в правительство, и правительство изменило только коэффициенты. То есть, получается, фактически взяли депутатов и передали в правительство? Зарплата депутатов перешла в правительство. Ну а, скажем так, это несет дополнительную нагрузку на бюджет? На 5,5% исключительно в рамках тех, которые регламентированы федеральным законодательством. Никакого повышения за счет средств и за счет дефицита бюджета не было. Экономим на связи, экономим на командировках, экономим на правительстве в первую очередь. Очень жесткая экономия в правительстве введена. И поэтому разговоры о том, что мы для правительства изыскаем какие-то деньги, абсолютно не обоснованы. Ясно, все. Спасибо большое. Очень хорошо, что вы нашли время и пришли, разъяснили. Я надеюсь, что такие встречи все-таки у нас будут регулярными, потому что действительно вопросов много. По районам у людей очень много вопросов. Не всегда, к сожалению, районы и администрации дают адекватные ответы. Поэтому будем встречаться чаще, я так надеюсь, да. И звоните на Альфа-канал, обращайтесь к нам, если вас интересует что-то, какие-то темы, которые мы можем поднимать. Обращайтесь, мы обязательно будем делать такие программы. Желаю всего хорошего. До свидания.